Приветствую, уважаемые зрители! С вами Евгений. Вы могли слышать меня в роликах со сравнением персонажей из разных вселенных, начиная со второго выпуска. Сегодня я расскажу вам о своём ролевом персонаже по вселенной народу Эверу Чобу. Имя Эверу я придумал, адаптируя своё под японский стиль. Чобу – моя настоящая фамилия, что я не боюсь вам раскрыть. Он является поклонником Какаши и полностью копирует его внешность. Это основано на моих чувствах, ведь я являюсь фанатом Какаши Хатаки, начиная с первых серий сериала. Также Эверу считает Итачи Учиха святым. Это тоже основано на моих взглядах. Я начал считать Итачи таковым после того, как узнал правду о нём. Думаю, так произошло со многими фанатами сериала. Итак, перейдём в сюжетную историю Эверу. Она начинается с клана Чобу, а вернее его создания, к которому причастен неизвестный шиноби, чьи крылья и рога были серого цвета. Его глаза позволяли читать мысли на расстоянии 5 километров по диаметру и копировать эффект любой техники до 30 раз. Что касается рогов и крыльев, они были неуязвимы от любой техники. Он создал клан Чобу вместе со своей сестрой, прозванной Феникс, благодаря огненным крыльям и рубиновой чакре, окутывающей их. Её глаза были способны одним взглядом уничтожать любую цель, разрушая её разум. Взмахами крыльев она посылала потоки огня, а сама по себе владела стихией земли и воды. Её брат владел огнём и молнией. Итак, проходит довольно долгое время. Второй Хакаги вступает на пост, и клан Чобу начинает скрываться. Он носит повязку Канохи с перевёрнутым знаком, и у каждого второго члена клана Чобу появляются ангельская и демоническая сущности. У мужчин это способности Создателя, у женщин это способности Феникса. Итак, Эверо был первым, кто смог вновь объединить ангельскую и демоническую сущность, развив серую сторону. Его глаза не были таким сильными, как у Создателя. Он мог повышать эффект техники до 15 раз при её копировании. Однако, также копировал любую из техник. А его способности к телепатии позволяли видеть мысли на расстоянии двух километров по диаметру. В клане Чобу начинается гражданская война. Эверо был лидером одних из боевых отрядов. Его отряд был лучшим, и налегке сражался с персонажами, у которых было по бегу Ганну вместо одного глаза, и по шаригану вместо другого. Война заканчивается, и Эверо переезжает в Каноху, где и заканчивается его история. На этом всё. Спасибо за внимание, и оставайтесь с нами, ведь этот канал только развивается, и в дальнейшем его ролики будут гораздо лучше.